Всем привет! Это новый выпуск ИД Человека. И сегодня, в первый раз в жизни, я буду пробовать вот такое мороженое в Кусландии. Мороженое в Кусландии. Ну, это альтернатива вот этим дорогущим мороженым, которые там есть. Баскин Робинс по 450. Ну, Баскин Робинс вкусное было мороженое. Вивола Крема по 349, там по 300 с чем-то. Это потом еще Кардор, что ли, какой-то был за 290-260. В общем, это было по 242 и по 224. Вот это 224, именно этот вкус. Здесь 450 грамм, не в миллилитрах, как любят всякие буржуйские мороженые. Ну, мы посмотрели там, примерно вот все идут 500 грамм, 450 грамм. Стоит, как я уже, по-моему, два раза сказал, 224 рубля. Компания Айсбери. Вкусландия, пломбир 100% написано. Ну, и название вкуса. Сырный десерт, чизкейк с орехами и топпингом. Хрен неизвестно, что за топпинг. Ну, типа шоколада, я так понимаю. В первую очередь, я обратил внимание на состав. Поэтому, в принципе, мы его и взяли, потому что состав был более-менее нормальный. Давайте прочитаю вам. Состав молоко коровье цельное. То есть, больше всего здесь молока. Масло сливочное. Тоже, в принципе, хороший продукт. Молоко цельное, сгущенное с сахаром. Блин, я вообще его люблю. Кешью обжаренный, дробленый в сахаре. Шоколадный топпинг. В скобочках молоко цельное, сгущенное с сахаром. Вода, сахар, песок, какао, порошок. Патока, ароматизатор пищевой кофе. Загуститель пектин, консервант, сорбат, калия. Короче, шоколадный топпинг. Это что-то типа сгущенного молока, шоколадного вкуса. Ну и там дальше всякая хрень. Сахар, песок, вода питьевая. Молоко сухое, цельное. Шоколадная крошка, сахар, песок. Ну там написано, что находит. Стабилизатор, эмульгатор. Рожковое дерево. Ароматизатор пищевой. Сырный кекс. Сырный кекс, ароматизатор. Краситель натуральный пищевой, бета-каротин. Массовая доля жира 12%. Ну пальмового масла я не увидел. Даже растительных жиров не увидел. Нормально. Нормальный состав. Даже удивительно. Российское мороженое. В России обычно всякие желобы готовят. Ну, не знаю, всякую хрень. Вот. А тут вполне себе нормальное мороженое. Где его производят? Город Москва. А это изготовлено. Вологодское мороженое. Вологде, где, 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 где. Ну, вы помните, в общем, эту песню. Сто тысяч раз где, где. Вологде. Итак, как же мне его открыть? Как же мне его открыть? Что-то как-то так просто оно не открывается. А, вот здесь такая хрень. Ну, такая стандартная. Штучка-дрючка. Как-то. Как-то оно должно открываться. Так. Просто ни разу еще не пробовал его, ни разу не открывал. Соответственно. А, нормально. Вроде бы нормально нужно открываться. Блин, сейчас я весь обзор буду мороженое открывать. Попробую ложкой его. Как-то вообще непонятно. Кусок пластмассы какой-то отделился. Ну, и что? Вот кусок пластмассы отделился. А, ну вот я теперь, соответственно, за это место потяну. Такое оно желтоватого цвета. Ну, выглядит ничего прикольно. Шоколадом сверху посыпано. Сейчас попробуем на вкус. О, оно даже мягкое. Я люблю, когда мороженое мягкое. Не люблю, когда конкретно замороженное. Да, прикольный вкус. И шоколад нормальный. Реально вкус какого-то пирожного, бисквитного. Такое вкусненькое мороженое. Вкус бисквитного, пирожного. Ну, и сверху вкус шоколада такой нормальный. Не шоколадная какая-то, знаете, бывает. Как она называется. Шоколадная плитка, что ли. Ну, в общем, когда заменитель шоколада кладут. Тут нормальный шоколад. Прикольное мороженое. А там внутри, вот, короче, вот эти шнеги. Такие, как шоколадные. Вкрапления. Вот у них плохо видно. Они такие твердые какие-то. Типа ореха. А, это орех есть. Ну, дробленый. Это же кешью. Кешью вообще практически мой любимый орех. Ну, че скажу. Если сравнивать с Баскин Робинсом, Баскин Робинс, пожалуй, вкуснее. Ну, там был и вкус другой, конечно. Ну, он как-то так. Ну, это прям торт. Вообще шикарно. Если сравнивать с Вивула Кремой, которую я тут расхваливал. Вивула Крема больше пломбира. Прямо там такое жирное мороженое. Это мороженое более водянистое. То есть оно ближе даже не к пломбиру, а к такому обычному мороженому. Но реально вкусное. Оно и дешевле на 100 рублей. Прямо такой интересный вкус. И когда орехи там еще попадаются. В общем, советую. Стоящая шняга не жалере, что заплатил 224 рубля. Как бы, когда хочется вот такого супер-супер вкусного мороженого. Ну, понятно, не самому. А вообще хочется в семье. То вот это мороженое того стоит. Нормально сделали. В Вологде, где, где, где. И орехов нормально тоже. Не пожалели. Правда, орехи не целое кешье. Вот такие дробленые. Классное мороженое. Ладно, в общем, пока не растаяло. Буду есть. Шикариваюсь. Нормально, не какая-то хрень. В общем, советую. Вкус Ландия. Премиум коллекшн. Сырный. Ну, с сырным чизкейком. Вообще меня слово чизкейк бесит, если честно. Сырный пирог тогда. Ну и что он тогда сырный? В общем, вкус какого-то пирожного тут есть. Реально. Особенно вначале вот сейчас несколько ложек съел, уже не так ощущается. А когда первую ложку, вот прямо почувствовал вкус какого-то такого вкусненького бисквитного пирожного. Да, прикольно. Ладно. И вроде не такой. Не приторный. Я не люблю еще приторные вкусы. Нормально, можно банку заточить. Вот если вивола крема банку не заточишь. Там буквально четверть съедаешь и он настолько жирный и, ну, прямо такое пломбир-пломбир, что уже быстро наедаешься этим мороженым. То вот это за счет того, что оно более водянистое, ну, как обычное мороженое, Нормально его хоть кастрюлю можно съесть. Ладно-то, давайте всем пока. Это было мороженое в Кусландии. Нормально сделали. Подписывайтесь, конечно же. Ставьте лайки. Советуйте мне нам еще что-нибудь попробовать вкусного, нормального. Ну и до скорых встреч, дамы и господа. Субтитры сделал DimaTorzok